Волейболисты Саранск-Кабеля досрочно за тур до окончания предварительного этапа обеспечили себе выход в следующий раунд турнира. Команда из столицы республики, как и в прошлом сезоне, выступает в первой лиге Центрального федерального округа. На первом этапе 10 команд были разделены на две группы и провели пять выездных туров, сыграв друг с другом по три матча. В 12 встречах игроки Саранского клуба одержали 10 побед, уступив дважды лишь коллективу из Тамбова. Нужно максимум сыграть на победы в этих трех играх. Мы уже сейчас Тамбов опережаем, у нас 26, у Тамбова 24, но они в последнем туре, еще у них три игры. Но здесь мы уже попали в финал первые три команды. Предпоследний тур предварительного этапа прошел в Саранске. Наша команда набрала в нем максимум очков, переиграв команды из Калуги, Саратова и Острогорска Воронежской области. И в хорошем настроении отправилась на новогодние каникулы. Тут больше для болельщиков. Надо болельщиков своих радовать, чтобы эмоции положительные давать. Дома играть это намного еще больше груз ответственности. Мы стараемся радовать. На Новый год теперь можно с хорошим настроением уходить? Да, меня в Белгороде уже ждут. По итогам нынешнего этапа в следующий раунд, который станет финальным для команд Центрального федерального округа, пройдут по три команды из каждой группы. Эта шестерка продолжит борьбу за путевки в финал Лиги Чемпионата России среди всех федеральных округов. Следующий тур наша команда пропускает, но она уже обеспечила себе как минимум второе место в своей группе. Поэтому помимо путевки в следующий раунд, кабельщики получили право провести один из выездных туров финала среди клубов первой лиги ЦФО в Саранске. Молодцы. Все хотят, все стараются. У нас на тренировках огромнейший объем работы выполняется. Все работают. И поэтому такой результат. Все молодцы. Хорошее окончание года. В минувшем туре подопечные Виктора Матвеева обыграли коллективы из Калуги и Острогоржска в сухую 3-0. В заключительном матче тура кабельщики позволили взять соперникам из Саратова лишь одну партию. Следующий раунд соревнований пройдет с января по март. Юрий Васипов, Александр Зюзяев. Наши новости.